Всем привет! Сегодня я предлагаю вам немного поностальгировать и посмотреть мой выпуск про огненных муравьев Соленопсис гимината. Ролик был снят еще в 2017 году. Он был заблокирован ютубом из-за аватарки и только спустя три года я смог его разлочить. В нем я переселял своих малявок в земляной формикарий. Как вы помните, они переносилили гипсовые блоки и им необходимо было предоставить новое пространство. Вначале я подстыковал формикарий Москва, но затем от этой идеи я отказался. В качестве нового жилья была выбрана земля. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Приятного просмотра! Расширяться мы начали с подключения формикария Москва. Ну и заодно протестируем его на прочность. Для начала нам необходимо подключить наше старое гнездо к новому формикарию. У меня для надежности все резиновые пробки залиты термоклеем, так как резиновые пробки они грызут на ура. А термоклей это один из немногих материалов, который держит этих малышей. Отрезаем термоклей с пробкой и вставляем туда соединительную трубку. Обязательно заливаем термоклеем место стыка, чтобы предотвратить нежелательную расстыковку. После подключения малыши ринулись осваивать новые владения. Однако в сам формикарий заходили крайне осторожно. По крайней мере первые минуты. Дальше я залил воду в камеры увлажнения, чтобы добиться нужной влажности в новом гнезде. Постепенно муравьи осваивали все новые и новые пространства. Ну и конечно начали грызть все на своем пути. Однако формикарий выстоял. Поддалась челюстям огненных муравьев только гипсовая пластина. Соленопсисы отгрызли часть гипса и разместили гипсовую крышку сверху гипсовой пластины. Глядя на этот беспредел, я пошел на следующий шаг. Я решил дать им то, что им так не хватает, а именно землю. Пускай сами строят себе формикарий. Сказано – сделано. Для реализации задумки было взято две самосборные арены. Безопасность – самое главное при содержании таких муравьев. Поэтому арены были проклеены не только клеем для акрила, но и термоклеем по всем местам стыка. Для декора арены все сделано стандартно. Затирочная смесь на основе цемента, песок разных фракций, пластиковые растения. Из новшеств только коряги, которые около трех лет уже валялись в заначки и полностью высохли. Во второй арене было смешано глина, песок и земля, примерно в одинаковых пропорциях, и выкопаны ямки для соединительных труб. Две большие самосборные арены были подключены вместе. Из комплекса старого формикария я убрал формикарий Москва и в дальнейшем отстыковал две старые арены. Ну а вход из гипсового блока подключил к арене с землей. Гемената в привычной себе манере начала захватывать новые владения. Сразу взялась за стройку. Также очень быстро добралась до арены, и вот уже первые рабочие начали исследовать новую просторную арену. Ну а в другой арене полным ходом шли строительные работы. Началось глобальное освоение земли. Вот тут они, наконец, и проявили свои строительные способности. Хватит им гипс грызть. Наутро был построен целый город со множеством подземных ходов. Многие предрекали, что огненные муравьи покинут гипс при подключении земляного формикария, но этого не произошло. По крайней мере, спустя неделю гипс по-прежнему не оставлен, там куча расплода и муравьев. И я не видел, чтобы расплод они переносили в землю. Соленопсис гемената вынесла часть земли на арену, видимо, после строительных обрушений, когда заваливала выход из арены, и они должны были высвобождать эти завалы. Надеюсь, теперь развитие колонии продолжится в направлении роста. Места им пока хватит. Ну, а на сегодня все. Не забывайте подписаться, поставить лайк. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока-пока.